Более 20 лет Бог обильно помазывает и использует брата Фестусен Согу, чтобы коснуться многих людей по всему миру. Он был посланный Господом Иисусом служить в Восточную Европу после распада коммунистического режима. Чудеса, исцеление, избавление и могущественное движение Святого Духа сопровождают чистое, мощное, бескомпромиссное служение Слова. Менялись жизни, многие обратились к Господу, создавались новые церкви при выполнении Божьего поручения. Теперь примите Слово Божие через его слугу, брата Фестуса. Да, будет благословенно имя Господа. Осанна в Высшних. Наш Бог царствует над небесами, над землей, над морями и над бурями этой жизни. Наш Искупитель Иисус Христос жив и активен. Он ходит по морским волнам. Он тот, кто успокаивает штормы наших жизней. Он спасает нас, Он сохраняет нас, Он защищает нас. Он знает, где мы живем, что мы переживаем. Он понимает нас, как никто другой. Он есть наша помощь сейчас нужды. Да будет благословенно имя Господа. Я рад, что снова могу прийти к вам домой, где бы вы ни смотрели. Онлайн, по телевидению или в телефоне. Я действительно ценю то, что могу с вами сегодня снова делиться Божьим Словом. И хочу сказать, чтобы вы приготовили свой телефон и всегда сфотографировали информацию на экране. Будем рады, если вы отзоветесь и расскажете свое свидетельство, как Господь через этот эфир касается вас и меняет что-то в ваших жизнях, как благословил вас, как говорит к вам в нужде. Ибо мы верим в это всем сердцем. И Господь свидетельствует о том, что происходит что-то славное и прекрасное во многих жизнях и во многих местах. Так что я очень рад тому, что могу делиться Словом с вами сегодня. И если вы окажетесь в Праге, приходите в церковь Ааза. Мы будем рады видеть вас в воскресенье утром на одном из наших служений. Слава Богу! Отче, спасибо тебе! Отче, воздаем тебе честь и славу. Благодарим за прекрасное и благословенное время, когда мы можем снова встретиться и делиться Твоим Словом с Твоим народом. Прослав свое имя, Господи, и возвеличи свое Слово сегодня. Пусть устранится всякое препятствие на пути, и пусть Твое Слово достигнет всякого сердца и каждой мысли. В сильном имени Иисуса. Слава Богу! Мы живем в такое время, когда я верю, Бог хочет, чтобы мы, как верующие, так и неверующие, начали понимать знамения и голос этого времени. То, что сейчас происходит в современном мире, это то, что может объяснить только сам Бог. Это за пределами человеческого понимания. Спасибо Богу за работу наших властей и правительств, за всех, кто пытается укротить этот коронавирус, который распространяется как пожар по всему миру. Эта программа снимается 12 марта 2020 года. И вы знаете, что с января началось распространение этого ужасного вируса, который начался в Китае в городе Вухан. И оттуда распространился в Европу, Иран, Южную Корею, и теперь по всей Европе сейчас. Уже во всем мире. Эта зараза распространилась на многие части света. И это уже настолько серьезно, что я думаю, сейчас пандемия, и власти всех стран прилагают усилия, чтобы остановить распространение вируса. Мы молимся и верим и доверяем Богу в том, что Он над нами всеми смилуется, что действительно вмешается, что выведет нас из этого очень сложного времени. Это может повлиять на мировую экономику больше, чем кто-либо может себе представить. Итак, вы знаете, те из нас, кто являются людьми веры, или если вы еще не человек веры, вы еще не знаете Иисуса Христа и не верите в Него, тогда это время задуматься и задать себе вопрос, что такое жизнь? Хочу сказать, что много людей и многие города находятся на карантине. Люди заперты в своих домах и не могут выйти и покинуть свои дома и города. Нельзя летать и путешествовать. Люди сбегаются в магазины, выкупают продукты и делают запасы. Как далеко это может зайти? Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужна милость Бога. Аллилуйя. Вот у меня сегодня маленький ящик для инструментов. Наш церковный ящик для инструментов. У нас здесь много инструментов. Возможно, некоторые из них вы знаете. У нас есть их и побольше, но я решил принести несколько сюда. Хочу кое-что вам продемонстрировать. Вы можете спросить, зачем проповеднику эти инструменты? Хочу вам кое-что показать и объяснить. Всякий ремесленник имеет свой набор инструментов. Понимаете? Кто-то работает с компасом, кто-то с молотком и долотом, кто-то с пером. И каждый имеет такие инструменты, с которыми он работает. Понимаете, вы можете работать с бумагой, пером, другие нуждаются в молотке, зубиле и отвертке. Если нам надо выполнить свою задачу, мы должны иметь набор инструментов. И если ты хорошо знаешь свою работу, если ты умеешь использовать свои инструменты, тогда ты человек, который не стыдится за свою работу. Итак, хочу вас попросить сегодня, чтобы мы подумали над этим. Какой набор инструментов имеет Бог? Если смотреть на Бога, а Он работник, Господь Иисус сказал, «Отец мой работает постоянно, и я работаю». Если нам заглянуть в Божий ящик для инструментов, что мы там обнаружим? Какие инструменты использует Бог в своей работе? В сотворении видно, что Библия говорит, что вначале Бог сказал, Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и Библия говорит, что Бог сказал, «Да будет свет». Итак, мы можем видеть, что один из основных Божьих инструментов, по крайней мере, в области создания, было Его Слово. Библия говорит, что послал Слово и исцелил. Библия говорит, послал Духа Своего, и они были созданы, и Он обновляет лицо Земли. Итак, в Божьем ящике для инструментов у нас есть Слово, у нас есть Святой Дух, и Отец, который говорит. Библия говорит, в Иоанна 1, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Итак, мы видим, что в Божьем наборе инструментов один из главных инструментов – это Слово, Его Слово, Его Дух. В сотворении Бог проговорил Слово, послал Духа Своего. Библия говорит, что Дух Божий носился над бездною, Бог потом сказал, «Да будет свет». Но в рамках искупления, в искуплении человечества от греха, после грехопадения Адама в Эдеме, для Бога возникла новая работа, новый вид работы. Бог сейчас не начал работать над сотворением, но начал работать над новым созданием. Он сейчас пытался работать над тем, как искупить человека от силы греха и сатаны, могилы и ада. Итак, Он добавил в ящик несколько новых инструментов, потому что теперь это не было работа над сотворением, но над новым творением, над обновлением, спасением человека от погибли, от греха, ада и смерти. Итак, Бог должен был сделать что-то экстраординарное. Он должен был принять новые инструменты в Его рабочий ящик, чтобы искупить человека. И одна из вещей, которую Бог должен был начать использовать в этой работе искупления, в главе 31 Иеремии, там говорится, Иеремия 31, стих 3, говорит, «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Одна из вещей в Божьем ящике для инструментов есть любовь. В искуплении человека от греха Бог должен был использовать любовь. Должен был включить великую любовь. Библия говорит, что Бог так возлюбил мир. Любовь – это инструмент в Божьем наборе. Потом Михея, книги малого пророка, Михей 7, видим в стихе 19, следующий инструмент, из набора Бога. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Милосердие. Любовь и милосердие. Богу нужно было применить любовь и милосердие. «Я привлек тебя вечной любовью». Бог привлекает человечество вечной любовью. хочет, чтобы никто не погиб. Вспомните Иоанна, глава 3 в Новом Завете. Я думаю, это очень важно, чтобы каждый человек понял это время, в которое мы живем. Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Вирус, который распространяется по миру, это еще не погибель. Немощи и болезни, даже физическая смерть, еще не значит погибель. Погибель – это когда человек навеки потерян в аду и выходит за рамки искупления. Здесь в Евангелии от Иоанна 3,16 говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто не погиб, но имел жизнь вечную». Погибнуть – это потерять вечную жизнь. А она только во Христе Иисусе. Тогда человек пропадает вечную смерть. Бесконечное и вечное отделение от Бога. Вот это погибель. Умереть физически не вопрос. Каждый умирает. Всякий когда-то умрет. Но худшая смерть – это когда умрет ваш духовный человек. Когда человек внутри вас не имеет жизни, не имеет Бога, не имеет Христа, не имеет Света, когда мы отвергаем Божью любовь и милосердие. Любовь, милосердие и сострадание. Библия говорит, что его милосердие никогда не кончается. Бог вас и меня притягивает нитями любви и милосердия. Он так терпелив с человечеством. Он сносит наш разврат и безбожность, зло и всевозможную злобу, гордость и высокомерие. Бог сносит грехи человечества больше шести тысяч лет. Просит сынов Адама и дочерей Евы, чтобы они вернулись к Богу и были спасены. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Куда сейчас исчезла вся слава этого мира? Со всей нашей цивилизованностью, со всеми нашими знаниями, попытками летать на Луну и производством всего возможного. И это все здорово и замечательно, но это не может спасти нас. Со всем тем, что мы знаем, со всей нашей наукой и познанием, компьютерными системами, со всей властью, которую мы имеем на Земле. И вот малый вирус сотрясает основание нашей Земли. Нам нужен Бог, и Он зовет тебя и меня, взывает к людям лишь об одном, только к одной вещи, к покаянию. К покаянию. Так Он говорит, Он простит, и Он простит наши грехи. Псалом 80. Я надеюсь, у нас есть еще время. Псалом 80. Бог призывает человечество к покаянию, чтобы оно не погибло. Псалом 80, 14 стих. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их, если бы мы внимали Богу». 2 Палипоминон 7, стих 14. «Когда придет насилие или зло, если придет вирус или страх, и все будут умирать, когда смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Помощь от человека имеет пределы. Слава Богу за работу наших правительств, за всемирную организацию здравоохранения, за всех медицинских экспертов во всем мире. Медсестры, врачи делают что только могут. Это эпидемия сейчас по всему миру, но все это не может решить проблему. Нам нужна милость Божья, нам нужна рука всемогущего. Некоторые люди говорят, что этот вирус от Бога. Слушайте, Богу не нужно посылать вирус. Бог не нуждается в этом. Богу достаточно сказать, «Хорошо, на этот раз я вас оставлю и делайте, что хотите». Он просто немного отвернется, и это достаточно. То, что разрушает мир, находится в мире уже давно. Бог есть тот, что сдерживает это. В своем милосердии оттягивает суд, откладывает свой гнев, задерживает наказание. Как говорит Библия, только по Его милости мы до сих пор не погибли. Его милость обновляется каждое утро. Он просит души людей. Уже две тысячи лет прошло с того момента, когда Иисус из Назарета, Сын Бога Живого, был распят на Голгофе, на кресте. Он понес грех и проклятие всего человечества за людей в Индии, в Китае, в Африке, в Азии, в Австралии, в Европе и в каждом уголке мира, на островах и морях. Божий Сын понес грех человечества. И уже две тысячи лет посылает проповедников и пророков, умаляя души народов мира, чтобы они обратились к Богу в покаяние, чтобы Он мог исцелить нашу землю. Но мы думаем, что вдруг в наши паруса подул ветер, и мы игнорируем и презираем Бога. И потом вот такой маленький вирус сотрясает основанием общества. Глава 1, книги-притч. Господь взывает к нам вернуться и покаяться. Глава 1, от 23 стиха, говорит, «Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас Дух мой, возвещу вам слова Мои». Вот так Бог умоляет наши души сегодня. просит вас отвернуться от греха и вложить вашу веру, доверие и уверенность в Бога. Не в человека, не в государство, не в технологии. Только Иисус Христос может спасти. Не в извращенной религии мира, в ложных пророков, которые дают людям ложные надежды, когда они сами являются жертвами своих вымыслов. В стихе 24 говорится, «Я звала, но вы не послушали, простирала руку мою но не было внимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Радуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Тогда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Человек жертва его собственных выдумок. Человек жертва. Мы всем жертвы собственных путей от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Христос, Сын Божий, от начала нас предупреждал об этих днях, об этих временах. Многие из нас видели видение и сны об этом времени. До некоторой степени, но мы знали, что что-то приближается. И я молюсь, чтобы к моменту, когда вы услышите это послание, вы были живы и в порядке, где бы вы ни были. Чтобы вы ясно услышали, как Бог вас умоляет, как взывает и просит вас, обратитесь ко мне сегодня и будите спасены. Никто не знает завтрашний день. Сегодня день спасения. Сейчас тот момент, когда нам надо сказать, «Я отдаю свою жизнь Господу Иисусу Христу». И неважно, чем все это закончится, я буду уверен в том, что если сегодня умру, моя душа будет со всемогущим Богом. Не позволяйте людям обманывать вас. Грех имеет последствия. Распад за грех – это смерть. Но Божий дар есть вечная жизнь через нашего Господа Иисуса Христа. Бог призывает нас сегодня к покаянию. Все, что хочет Бог в те времена, если вы помните, как Израиль блуждал в пустыне после выхода из Египта, все, что Бог хотел, когда они сошли с пути, когда вылили золотого тельца, суд пришел на них. Змеи жалили их. Но всякий раз, когда они обратились к Богу и возненавидели свои пути, они каялись. Всегда, как бы глубоко они не упали в грех, всякий раз, когда они призывали Бога всем сердцем и говорили, «Нам противны наши пути». Мы совершили зло. Мы восстали против Твоего слова и заповедей. «Всякий раз, когда они каялись с искренним сердцем, Бог всегда прощал, Бог всегда обновлял, всегда исцелял их землю». Потому что наш Бог — Бог милосердия. Наш Бог — Бог сострадания. Да, Он любит, но Он и чист. Он свят. Он безупречен праведности. Он не может жить с беззаконием. Он не может жить где грех и блуд, где идолопоклонство и порнография, где взяточничество и коррупция, где высокомерие и все виды гордости на земле. Бог это ненавидит. У Него есть только одно слово для тебя и для меня. «Покайтесь или погибнете». Это не Его воля и не Его желание, чтобы хоть один погиб. Глава 2, Откровение, стих 5. Посмотрим на слово, которое здесь написано. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Бог предлагает человечеству, твоему городу, твоему народу, твоей семье, твоей церкви, твоему служению, где бы вы ни жили. Он умоляет, «Отвернись от зла, отвернись от грехов и беззакония». Пусть твое сердце взывает, если ты жил для себя, для своего тела, для мира, для сатаны, ты жил так, как будто Бога не существует. Ты сам был себе Богом. Это идолопоклонство, и это приносит в мир проклятие. Христос за нас понес наше проклятие, и когда вы покаетесь, вы войдете в Божье милосердие и Его искупление. Да, все, что Он хочет от нас, это покаяние. Стих 16, то же самое. «Покайтесь, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом усмыих». Это стих 16. А затем стих 21 снова. «И отдал ей время покаяться, в любодине они ее, но она не покаялась». Бог просит грешников. Библия говорит, Его воля в том, чтобы ни один не погиб. Бог использует милосердие, сочувствие, прощение, откладывает гнев, прощает нам грехи. Дает нам праведность в долг. Бог говорит, «Я искупил тебя так, что, как далеко запад от востока, так и я удалю твои грехи от меня. Я бросил твой грех в пучину моря забвения». Бог возложил это на Господа Иисуса Христа и предлагает нам бесплатный дар праведности, бесплатный дар милосердия, бесплатный дар прощения. Он сказал, «Почему ты хочешь умереть? Зачем тебе погибать? Знаешь ли ты цену своей душе? Почему ты хочешь умереть? Почему хочешь быть навеки потерян? Зачем тебе быть сброшенным во тьму внешнюю? Ничего в этом мире не достойно твоей души». Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего Сына, Единородного, дабы всякий, кто в Него верует, мог вложить в свое доверие и уверенность в совершенные Христом на Голгофе. Бог говорит, «Вернитесь ко мне, ведь Я искупил вас. Я уже простил вам. Примите прощение. Примите милость. Помилование. Предлагаю вам бесплатное помилование. Придите ко мне. Вернитесь ко мне. Просите у меня. Помилуй меня. Да, я признаю свои грехи. Признаю, что жил беззаконие. Заслуживаю суд. Заслуживаю смерть. Но, о Бог мой, милость торжествует над судом». Если вы не примете милость Бога, все, что останется, это что? Суд. Потому что Бог должен судить грех. Если же вы примете Иисуса своим Господом и Спасителем, то ваши грехи уже осуждены. Потому что Иисус был осужден за наши грехи. Если вы примете Его искупление и доверите Ему свою жизнь и отвернетесь от своих злых путей, тогда входите в искупительную милость Господа Иисуса Христа. Халлилуйя! Книга Откровений полна судов. Бог судит грех и беззаконие. Мы видим суд как печать, и их семь. Потом суд в подобии труп, и их тоже семь. Видим суд сосудов, которые выливают ангелы, и их тоже семь. И все эти суды имеют одну цель. Покаяние. Он сделает что-то и ожидает. Посылает суд и ждет. Дает чему-то время. Чему? Он пытается увидеть, почувствуют ли люди боли, и скажут ли, «Хорошо, Боже, теперь мы сдаемся, мы раскаиваемся». И Библия говорит, что по всех этих вещах они никогда не раскаялись. Глава 9 Откровения, смотрите. В главе 9, стих 21. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Сколько суждений и нет покаяния. И Бог делает что-то, чтобы встряхнуть их. Но прежде Он предлагает милосердие, прощение, любовь, милость. Он сдерживает свой гнев и посылает свой дождь, благо, благословение. Он будет защищать, оберегать, любить. Он благословит нашу жизнь. Он пытается использовать свою доброту, чтобы привести нас в покаяние. Но если мы отвергаем все это, то Он слегка встряхнет нами. Поставит в угол. Немного потрясет здесь, немного там, чтобы посмотреть, додумаемся ли мы сказать, «О, Боже, прости, пожалуйста, прости меня». Но если мы не слышим этого голоса, то Он делает что-то более интенсивное. И если все еще мы не каемся, то добавляет силы. Нет покаяния? Еще добавить. Нет покаяния? Еще добавить. И, наконец, мы отрезаны и посланы в вечное забвение. Это не воля Божьей, чтобы кто погиб, но чтобы все поняли и покаялись. Второго Петра, глава 3, стих 9. В стихе 8, «Одно-то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают за медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Покаяние. Изменение сердца. Изменение мышления. Изменение позиций. Разворот от зла, от греха, от сатаны, от плоти, от мира. К Иисусу Христу, Сыну Божьему. Он не желает. Бог не хочет видеть тебя в аду. Если кто погибнет, то Бог всемогущий в Своей милости сделал все, что только мог. Он дал всю Свою милость и благодать, любовь и каждое предупреждение, и многое другое, что у Него есть. Показал нам Свою любовь тем, что послал Сына Своего Единородного на Голгофский крест. И Он умоляет, уговаривает. Говорит, «Приди, приди, давай вместе рассудим. Если бы твой грех был как багряное, то как снег убелю». Если обратитесь ко мне, почему мы должны погибнуть? И не говорим о смерти, о вирусе, инфекции или страдании в этой жизни. Страдания в этой жизни нельзя сравнить с озером огня в аду. Люди в аду желали бы вернуться назад на эту землю, получить снова шанс вернуться сюда и даже иметь вирус, который хуже коронавируса. Бог не хочет, чтобы ваша жизнь закончилась невообразимым мучением. Он хочет, чтобы вы и я обратились в покаяние и были спасены. Молите со мной. Господь Иисус, я слышал Твое слово. Прошу Тебя, Господи, смилуйся надо мной. Прости мне грехи мои. Сделай меня своим ребенком. Очисти меня своей кровью. С сегодняшнего дня я полагаю свою жизнь и доверяю на Тебя. О мой Иисус, спаси меня. Я доверяю Тебе. Спасибо, что Ты умер за меня на кресте Голгофы. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер, был погребен и третьего дня воскрес. Я отдаю Тебе свое сердце и свою жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус Христос. Бог да благословит вас. И увидимся снова очень скоро. Пожалуйста, как я уже говорил, сфотографируйте информацию на экране. Напишите нам, позвоните нам, поддержите нас, чтобы мы могли и далее быть в эфире. Это самое лучшее, что можно сделать в этот час кризиса в мире. Бог да благословит вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok